ДИФРАКЦИИ ФРУНГОФЕРА Установка настроена так, чтобы можно было наблюдать картину дифракции Фрунгофера на различных препятствиях. Вот эти три объектива формируют пучок. Это держатель, в который будем вставлять оправку с тем препятствием, дифракцию на котором мы хотим видеть. Картину дифракции будем наблюдать на этом белом экране. Вначале рассмотрим дифракцию на щели в непрозрачном экране. Плоская волна с длиной волны лямбда падает на непрозрачный экран со щелью шириной B. Расстояние до экрана, на котором наблюдается дифракционная картина, L. Угловой размер дифракционного максимума – это 2 лямбда делить на B. Ну а линейный размер центрального дифракционного максимума – это 2 лямбда делить на B и умножить на расстояние между экранами. Эта картинка и эта формула не предполагают наличие оптики. Оптика необходима для того, чтобы сократить размеры установки и чтобы она помещалась на столе и в поле зрения камеры. Для того, чтобы удобнее было наблюдать дифракционную картину, давайте погасим свет. Дифракция от края полуплоскости. Граница между светом и тенью проходит где-то вот здесь примерно. Мы видим проникновение света в область геометрической тени, она сверху. И систему дифракционных полос геометрически освещенной области. Обратите внимание, что ширина интерфракционных полос убывает по мере удаления от границы света и тени. Это позволяет не спутать эту дифракционную картину с картиной интерференционной в других экспериментах. Если бы была справедлива геометрическая оптика, мы бы увидели следующее. Резкая граница между светом и тенью, равномерно освещенная геометрически освещенная область. И никакого, конечно, проникновения в область геометрической тени. Резкая граница Резкая граница Продолжение следует...